Вот я обмотал до определенного уровня заземления, теперь качер практически не работает. Вот лампа сперва горела ярко, теперь нет никаких даже искр. Качер перестает на этой частоте вообще как бы работать при определенной размотке заземления. Если размотаю больше или намотаю обратно, то тогда опять он будет работать как прежний. Вот, а чего-то так происходит, я думаю поставить управляемый трансформатор Тесла и посмотреть, что получится. Потому что непонятно, что это за какой-то странный эффект. Он совсем не кусается. Как будто совсем перестает работать. По стеллографии попробую посмотреть, на водке ли он какие ловит. На стеллографии ничего там особо нет. А вот тут вот. Вот все-таки ловит, как в откаче работает. Где-то на 1,7 или 6 МГц. 1,5,6. Вот видно, как он работает. Он очень слабо работает. Но стеллограф и щуп далеко, поэтому он чистый синус ловит. Но если близко, так он еще может ловить всякие ерунды. Вот тут видны такие, как бы, биения. Вроде бы немножко. Такие, как бы, рыбки. Это неинтересно, это откачером. Ну что... А теперь буду приближать руку к качеру и буду смотреть, что происходит. Приближаю. Накладу руку на качера вторичку. А надо выключить совсем эту установку, посмотреть. Или будут видны эти... Если вы сойдите. Или я ферит веду в качере, тогда он собьется со своей частоты. Очень сильно изменит свою частоту. И тогда посмотрим, что будет. Увожу. Ну, а стиллограмма подросла. И уже нет этих вот биений. Вот я сделал на трансформаторе Тесла. На микросхеме, на генераторе. Уже не качера. Вот, и земля идет на землю. И тут я подцепил вот минус. И вот там на минус. Ну, там не знаю, или контакт есть или нет. И вот теперь тоже настроил определенную частоту. И вот тут... Я скручивал заземление. Сперва все хорошо. Ну, и вот теперь палец прикасаю. Почти ничего нет. Хотя очень сильно колется. Я нечаянно тут был дотронувшись. Тут очень так колется и бьет. Неприятно очень сильно. Вот тут палец, мизинчик вот дотронулся. Вот тут так проще было, так не слабо. Вот этот вот дотронулся. Когда еще не было скручено заземление. Теперь вот скрутил несколько. Верху тоже возле антенны ничего нет. Вот выключу пошпу. Он качер 1 А потребляет. То есть не качер Тесла. И теперь попробую немножко подстроить частоту Теслы. Вот тут наводки вводится тут. На высоких частотах нечувствительность. Если тут от 300 кГц, где-то до 3 МГц регулируется. Там нечувствительность нужно было. Нужно было бы поставить другой переменой ретиснор. Вот ключи. Вот тут вроде бы вырос резонанс. Вроде бы что-то даже прошивает. Вероятно, эта обмотка прошивается. Традистр горячий. Стоит ИРФ 640 поделка. ИРФ 640 поделка. Очень горячий. Вот я заменял этот переключатель на другой. Ну и что тут предложить для транзистора, чтобы не прошивал? Ну, для качера. То есть для Тесла, чтобы не прошивал. Вот подложил вот такой вот пакетик. Теперь включим, посмотрим, что будет. Тесла что, совсем не горит? Так это Тесла что, не горит? Нет, отцепился провод транзистора. Так. Что-то ничего нет. Традистр бьется только. Значит, качер все-таки работает. Как-то чистота не то или что он? Вот как-то работает. Это мой блок питания. Вот, вот, залипание происходит. А там потребление вот вырастает. Ну, вот тут вот хорошая амплитуда. Потребление меньше полампера. Это хорошо горит. Вроде бы наводки на блок питания идут, что-то там начинает щелкать. Все тут надо нормально прикрепить этот минус. Вот прикрепил. Так, включаю такой шпул. 18,6 киломерс. Он автоматически не подстраивается, поэтому трудно сказать, где-то или ест этот эффект, как у кратчера, где он начинает практически не работать или нет. Вот когда заземлил, покручу немного чистоту этого. Вот так вот. Вроде бы очень много Тесла потребляет. Проводный контакт. Проводный контакт тоже работает. Проводный контакт тоже работает. Вот тут ушла частота пушпула. 19,9,18. Вот лампы. Пригаслим. Вот качер отключу сейчас. Не качер. Теслу отключу. Вот пушпул ярче загорается. То есть тут тоже влияние ходит. А если минус отключу, который на землю идёт. Тогда ярче. Меньше влияние. Теперь минус не заземлён. Покажу я стоячую волну в заземленном проводе. В проводе заземления. Впотребление 2,5 А. Вот провод заземления. Вот морит. Тут тоже горит. Тут тоже горит. Тут тоже горит. Горит, 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 входит в катушку, тут уже не горит. До катушки горит. Если землю подключить, то такого уже не будет. Между минусами и нижнего конца земной. Теперь на минус всё идёт, конечно не будет ничего такого. Продолжение следует... Продолжение следует...